Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло уже несколько дней с момента старта первого сезона Dragonflight, и люди само собой одеваются. Те, у кого есть на это время, те, кто хочет одеваться, у кого есть желание, конечно же, потихоньку гирятся. Гириться можно разным методом на текущий момент. PvP, различные арены, RBG, Соло, Суматоха, как вариант. Далее, PvE у нас имеется замечательное, мифик плюсы превосходные, которые там перекручены по дополнениям. Четыре у нас донжа с дополнения текущего Dragonflight, и четыре со старых. Далее, рейды, конечно же, да, не стоит о рейдах забывать, оттуда на текущий момент падают терсеты. Терсеты хорошенько бафают урон, хоть и бонусы там не особо огромные. Ну а самое-то такое интересное в плане одевания, это профессии. На профессиях, по факту, очень много у компании Blizzard завязано на текущий момент. Имеется система заказов. Жалко, что она работает только в пределах одного сервера. Я надеюсь, в будущем это будет исправлено. И, конечно же, в тот момент, когда мы кидаем заказ, когда мы кидаем крафт на другого кончеловека, мы должны предоставить свои различные реагенты. Первым там реагентом выступает искра искусности, которая редкая, и дается раз в две недели за квестики. Но потом она нормально будет дропаться, там где-то с февраля, с марта. А помимо еще искры искусности, нужен изначальный хаос. Изначальный хаос — особенный реагент эпического качества, который добывается в малом количестве. В тот момент, пока сезон еще не стартанул, добыть его можно было по-нормальному, ну там, с локалок, с копаний почвы по лопаткам от драконьей экспедиции, и собирая сумки. Тоже это все по драконьей экспедиции. Да, то есть до старта сезона у меня было очень и очень много изначального хаоса, все верно. Но настал первый сезон, стартанули мифик плюсы, и пришлось, конечно же, потратить на крафт пояса изначальный хаос, и на крафт ожерелья тоже нужно было потратить изначальный хаос. Сам по себе изначальный хаос, если активно играть в игру, будет у вас в огромном количестве. Потому что, как уже было сказано ранее, он дается там за локалки, за рарников, за всякие сумки, за почву. А со стартом сезона появился еще один довольно-таки интересный метод фарма этого изначального хаоса. Это прохождение мифик плюсов. То есть с мифик плюсов мы еще и шмотки для себя лутаем, что в целом полезно. Еще мы лутаем шарики, концентрированное изначальное средоточие, и просто изначальное средоточие. То есть в целом походы по миф плюсам довольно-таки полезны. Поэтому, если вы хотите крафтить себе шмотки, если вам нужен реагент под названием изначальный хаос, то просто-напросто занимайтесь разной активностью, ходите в ключи. Чем выше ключ, тем больше этого хаоса падает. И я думаю, все у вас будет замечательно. Как-то так в ближайшее время постараюсь сделать полный видосик по одеванию. Расскажу абсолютно все этапы, все как по-хорошему, что сделать, куда ходить, где можно там глянуть, какой тринкет лучше, какой тринкет хуже. В общем, всю-всю-всю информацию уже в следующем видосике выдам. Касательно изначального хаоса, я думаю, так все понятно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!